Доброе утро, ребятки. Доброе утро. Мы садимся завтракать. Папка, бутерброд. Все как обычно. Да. А мы с Леной пожарили по яйцу. У нас надо есть морскую капусту Лена поест. Папка с морковкой поест бутерброд. И у нас канах феты. И это самое. У нас вообще столько сладостей. Да, конкретно. Я не знаю, что есть. Так что так начинается наш день. Вот с такого завтрака. Соня уже пришла. Ласа там под столом сидит. Да, Соняка? Переборчивая. А мы стараемся нашим животным, не стараемся, а вообще даем еду такую, что мы сами едим. И вчера я ей целую дала гнездо, которое мы вчера кушали с вермишелью. С фаршем. Полностью ей дала, его порезала. Нет, фаршик выбирала, вермишельку не ела. Представляешь? Вот уж так. Вот. Такая переборчивая. Собаки любят мясо. Угу. Мясо подавать. Так, садимся завтракать. И мы посмотрим канал Коля плюс Оля Жизнь в частном доме. Мы вчера не досмотрели ролик. Мы сейчас его досмотрим. Очень удобно на телевизоре по смарт-тв на ютубе. Вернее, я не знаю, как называть смарт-тв или что. Короче, Wi-Fi, интернет по телевизору. Очень удобно. По нам есть продолжить просмотр. Раз, включаешь. Да, и продолжаешь. И продолжаешь. Ну, сейчас, что мы и сделаем сейчас. Вот и пришла весна 2019 года. Что она нам готовит, никто не знает. Будущее, как всегда, покрыто туманом. Есть только сегодня. Сегодняшний день он один такой. Больше такого дня никогда не будет. Все другие дни будут уже не похожи на этот. Каждый день неповторим. Не стоит париться, что будет завтра. Не упускай сегодня. Это главное. Наша главная ошибка в том, что мы живем в будущем. И поэтому упускаем сегодня. То есть, бежим впереди паровоза. Мы с вами находимся где-то там впереди. Что мы будем делать через час, завтра, или послезавтра, или через месяц. А на самом деле, вот этот день, он проходит. И его больше никогда не будет. Он был один такой этот день. Любой другой день будет другим. Так что не надо его упускать. Не надо грузить себе мозг всякой фигней. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Причем очень маленькую такую кастрюльку супа. Чтобы мы за раз взяли, съели и все. У меня, короче, картошка туда пойдет. Чуть-чуть морковочки. Одна луковица. И у меня вчера, когда я готовила эти гнезда с фаршем из макарон, у меня осталось чуть-чуть фарша. Вот я сюда его тоже помахну. А что, получится супец такой. Посмотрю, может быть, еще добавлю ложечку буквально этих макарошек. По-быстренькому. Короче, спрашиваю у своих домочадцев, что на ужин. Они ничего не хотят, сами не знают. Говорят, какой-то суп. Какой, они не знают. Поэтому варю такой, какой вот мне пришел на ум. А именно, название я сварила из того, что было. В кипящую просто воду я добавляю картошку. Здесь у меня буквально полторы картошечки, такие крупные. Ой. Тут у меня рядом уже греется сковородка. Все, пускай закипает. На сковородку я ляпаю масло. Пускай разогревается. Это водичка из картошки капнутая, белая пяточка. Это не грязная сковородка, не грязная. Короче, добавляю лучок. В зажарку. Все по-быстрому. Вот это и будет ужин. Просто супчик. Просто, просто. Может быть, еще что-то, если у меня в голову взбредет, что-то еще приготовлю. А на обед, ну вы же знаете, мы не заставить Леру суп на обед. Сейчас спрошу, что будет на обед. Отец, без изменений. Бутерброды будет. И морковку я тоже не на терке, а просто вот так вот нарежу. Вот такими штучками. Слайсами, слайсами. А потом просто вот такими вот полосочками. Получится супец. Ну понятно, можно было бы сделать из него эти фрикадельки. А тут фаршика очень мало. Поэтому я его просто, просто обжарю, как на макароны по-флотски. Поняли, да? И что? И что? Нормальный суп будет. Так как он на воде, а фаршик даст какую-то наваристость. Пускай его немного фарша. Ну все же, ну все же. Ну прям так вот меленько морковку. Сергей пошел в магазин. Зачем? За хлебом. А, я ему заказала. Я же без рыбы не могу жить без рыбы. Я ему заказала мне на обед это, чтобы купил кильки соленые. Я поем кильки соленые. Я же не могу вот это без рыбы. Кстати, а у меня в холодильнике лежат, знаете, что? Бычки сушеные в пакетике. Обалдеть, я за них забыла. Так, сейчас еще я тут дорежу и буду уже обжаривать. Сначала лук-морковь обжариваю, потом фарш добавлю. Так, хочу уж так потоньше. Вообще, я так полюбила этот нож. Я просто без ума, я не знаю, как я раньше без него жила. Я эти, вот те свои ножи, которые с салатовыми ручками, с зелеными, с красной ручкой у меня большой нож, я их даже не достаю практически. Этим я режу все. Чистить картошку вообще просто одно удовольствие этим ножом. Так классно. И резать все его, ну вообще. Он тоненький, миниатюрный, удобный. И такой звук он интересный издает, когда режешь, как будто пилочка. Как пилочкой. Маленький такой напильничек. Поэтому, у кого дома нет такого ножа, обязательно себе купите. Вам 100% понравится. Он очень удобный и, ну не знаю, ну классный просто. Я в восторге. Так, сейчас, еще чуть-чуть дорезать. О, как кипит у меня сильно. Сейчас я пенку собирать буду. Так, где моя лопаточка? Отправляю на сковородочку. Перемешиваю. Пускай жарится. Вот плюс этой лопатки, кстати, что ее можно вот так вот оставить в сковородке. Она не плавится за счет деревянной ручки. А вот которая с пластиковой ручкой, ее не оставишь. Я частенько, бывает, вот так вот, что-то раз, плиты убегают, бросала ту лопатку. И она у меня чуть-чуть поплавленная на ручке. А эту без проблем можно в сковородке оставлять. Классно. Так что, вот такой вот супец. Компот у меня уже сварился. Что-то у меня в последнее время плиты, как-то вот я на меньший компот переключила, на меньшую мощность. И он раз и перестает вообще кипеть. Сейчас опять мощности добавила. Еще бы его немножко поварить. Там у меня в компоте вишня и яблоки. Вишня и яблоки. И сахарок. И все. У меня, кстати, закрытое, закрывала я варенье, когда, в позапрошлом году. И так у меня банки абрикосовые, так у меня стоят эти банки с вареньем. Что-то у меня никто варенье не очень, не любит. Я вроде маленькие такие болгарские закрывала. Банку откроют, например, Леня открою. Она раз поела, все, больше не хочет. И у нас варенье вообще не идет. Не буду я больше варенье закрывать. И банки стоят, я думала, может быть, их в компот добавлять, в компот и варить. Но, с другой стороны, когда добавляю в компот, например, абрикосовое варенье, оно вот это, ну, мутный компот становится. А то плавает, как мякоть, да? Не нравится мне. И стоят эти банки с варенечком. Может, ничего, может, когда-нибудь есть нечего будет. Будем голодать, будем варенье кушать. Надеюсь, такого не будет. Конечно, не будет, что я говорю. Конечно, такого не будет. Черт и что, Милю. Так, вот так. Вот еще чуть-чуть, буквально, вот, минуточку. И добавлю фаршик. Да, вообще, мы, смотрю по комментариям, мы мало едим. Пишет, я Сергею говорю, я говорю, папка, блин, написали, и не один человек, что ты кушаешь один бутерброд, короче, ну, вот, с колбасой. А мужья у девчонок, блин, съедают по три, по четыре. И за раз. Он говорит, да, ничего себе, да. Поэтому, вот, так же, это из той же оперы, вот этой кастрюльки. Я даже не знаю, сколько здесь. Здесь, на самом деле, наверное, полтора литра воды. Ну, а может, литр, полтора, наверное. И нам вполне достаточно. Еще, может, и останется. Так, все. Ну, может, насыпаем себе, ну, типа, таких вот тарелочек. Сколько здесь в этой тарелке? Грамм 250, по-моему, я мерила когда-то. Вот такую тарелку супа съедали. А Лена и то не полную съедает. Как-то так сытаемся. И обжариваем. Этот фаршик вкусный. Здесь лучок тоже в нем. Ну, помните, да, вчера? А, я же рецепт еще не выкладывала. Вам не показывала гнезда, как готовила я. Ну, ничего, я выложу. Приправки здесь, фарша, зелень, петрушки. Укропа у меня не было. И он вкусненький, что. Короче, в итоге посмотрим, какой суп получится. Съедобный или несъедобный. Так, решила еще сюда к фаршу добавить каких-то приправок. Так, перца не буду добавлять. Меня Лена будет ругать за перец. Так, курица. Что, чесночка я добавлю немножко. Гранулированного. Кстати, подсела я на этот гранулированный чеснок. Раскусила я его наконец-то. Очень удобно, очень ароматно. И приправы для шашлыка. Как же я без нее? Я без нее не могу. Вот так вот. Хорош. И, в принципе, все. А, ну сюда можно лаврушку. Две штучки. Так. И, в принципе, все. Надо купить. У меня закончилась эта. Весня на зелень вот эта, которую я в сельфо покупаю. Она у меня закончилась. Надо купить. Так, я уже плиту отключаю. Сейчас оно дойдет. Оно и так уже поджарилось. Прям так. Так. Так, что у меня там? Картошка. Мне что-то я еще хотела горсточку. Уже можно добавить горсточку этих макарошек. Вам видно будет? Видно. Одну. И еще чуть-чуть. Ну, чтобы сильно густым не было. Но я вообще не очень люблю густые супы. Мне нравятся такие более жидкие. Хотя кастрюлька маленькая. Здесь сложно угадать. Ага, надо помешать. Макарошки. И сейчас я отправлю сюда этот паршик, чтобы он в этом супе проварился и отдал свой аромат. Так, сейчас я обойду. Отмену стойка стоит для камеры. Вот так вот прям. Так. Все, вышкрябываем. Вот такая вот красотишка получается. Посмотрите. Мне прям уже хочется попробовать. Ну, пускай еще поварится. Папка... А что, я не договорила папку в магазин. Пошел же мне за килькой. И этот... Водички купить. Все, пускай кипит. Сейчас до готовности макарон и картошки. Вот так вот. Папка пришел с магазина. У меня тут готовка вовсю. Суп уже переставила на другую комфорку. Вот он доваривается. А я сейчас покажу как раз поближе, какой он получается. И он приготовила еще зеленый лучок. Порезала сюда, добавлю. Вот такой вот супец. Ну, по вкусу. Фарша, правда, маловато. Но по вкусу похож. Ну, как суп с фикадеричками такой. Нормальный, короче. Так. Отцу жарю. Это блинчики ермолинские с печеночкой. Лене поставила воду на пельмени. Папка пришел с магазина. Притащил мне кильки. Сейчас я ее перечищу. Это будет мой обед. Захватил пакован майонеза. Большой. Сколько? 37-25. 37-25. И буйку хлеба белого. Все. Небольшие сегодня покупки. Да. Пришел тапок, кто-то свистнул. Кто ж свистнул мой тапок? Соня, конечно. А это Саняшка. Конечно, Саняка. Так, сейчас обжарю их до красивого, золотистого цвета. Пельмени сварю. Да, будем обедать. И все. Настало время обеда. Отключил камеру, да? Да. На обед кушаем мы все разное. Папка блины с майонезом. Ой, я тебе ляпнула лук. Я их посыплю майонезом. С печенкой. У Лены Ермолинские эти бельмешки. А у меня килька с луком. Давай я один пельмень попробую у тебя. А у меня килька с луком. Вот это вот мой обед. Вкусный, самый вкусный. Вкуснее, чем у вас. Ленке тоже нравится, да? Нравится? Памечка. Сейчас попробуй. Ну. Вкусно. Ну, она не честно. Слома лисуешь капустой. Прикольно. Папки открыли эту. Что ты хотел сказать? Не, не, не. Говори. Открыли кабачковую икру. Господа, вкусная. Горчица. Ну, хлеб это мне, наверное, я кильку буду с хлебом кушать. Чай сладости. Да, все. Давайте кушать, девчонки. Давай. Что, уже прискакала? Да. Кушай. Все падает, да? Все падает, да. Палится из рук. Папка кушает суп. Да, суп прикольно. На второе картофан. А я просто картофан не вспомнила, что у меня рыбка осталась. Я суп не буду. Это для меня слишком много будет. С рыбкой картошку поем. Ну, если все съем, слишком много. Да, что вряд ли, да? Ну, я так поставила. Может, что-то потом еще чайку сделаешь. Может, с картофаном потом еще чай попьешь. Да, да. Вот такой вот ужин. Что-то достала уже это как-то погода. Вот сейчас это самое на балкон выходило банки выносить. Сколько? Плюс один. Колотун холодно. Где весна, ё-моё? Да, да. Это какой-то кошмар. Что-то я заждалась совсем уже. Пора уже тепло быть. Уже почти апреля на сон. Не говори, да. Наступай. Да, Соника? Соника. Уже и Соня уже соскучилась за теплом. Соня тоже, да. Хатри по барабану, наверное. И грустненько нам уже ничего сладкого не дают. Она еду не хочет, она ждет сладкого. Особенно она оживает, когда мы чай делаем. Только начинаем ложками колотать, короче, по чашкам. Она тут же заглядывает на стол. Чего там, чего там сладкое? Начинает просить, да, Соня? Как бешеная на эти сладости. Ужас. Ты, уши, вертолет. Любит собака сладкая. Да, все собаки любят сладкое. Только им нельзя. Ну, иногда все равно даем, потому что жалко. Надо прицепить эту. О, да. Картинка. Да, потому что я прицепила их на скотч. А оно обои моющие, знаешь, гладкие такие. И он не держится. Это надо какие-то типа как шпилечки, иголочки, знаешь, такие есть, аккуратно ими прицепить. Так, ну что, ребятки, все. Кушаем, видео домонтируем и будем в спадки ложиться. Всем огромное спасибо за просмотры. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok